Добрый день, уважаемые гости, уважаемые студенты, преподаватели Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Сегодня в жизни нашего Института большое событие. У нас в гостях руководитель Казанской и Татарстанской митрополии, его высокопресчастенства Владыка Феофан. Владыку не надо особо представлять в этих стенах, его встречи с молодежью Казанского университета стали регулярной. И вот всегда в декабре, в предвкушении Рождества, в рамках рождественских встреч, его высокопресчастенство опять любезно согласился встретиться уже целенаправленно со студентами нашего Института. Ну понятно почему. Наши студенты это в первую очередь будущие специалисты гуманитарии, в том числе философы, религоведы, теологи, политологи, социологи, журналисты. Ну в общем вы все прекрасно знаете, каких специалистов мы готовим. Сегодня в нашей аудитории выступает Владыка Феофан. Я не буду пространно представлять его высокопресчастенство нашей аудитории, скажу лишь, что этот человек очень большой опыта жизненного, религиозного, церковного, глубокой мудрости, глубокой эрудированности, замечательных ораторских способностей. Наша встреча обозначена на тему молодежь, свободы и ответственность. Ну это всего лишь рамочные названия и Владыка, когда мы планировали эту встречу, сразу настойчиво просил не превращать ее в протокольное мероприятие по принципу. Иерарх приехал, поговорил, похлопали, задали два вопроса и на этом все. Он напротив после некоторого вступительного слова хочет услышать от уважаемых студентов самые острые вопросы по всем проблемам церковной, молодежной жизни, по проблемам развития общества, поскольку, еще раз говорю, зная Владыку как замечательного оратора, он всегда готов очень убедительно и проникновенно отвечать на самые разные вопросы. Вот после этого, уважаемый Владыка, ваш выход. Без этого слышно. Я думаю, хорошо. Я обычно для того, чтобы встретиться, любой человек в какой-то степени должен представиться, что он из себя значит. И я думаю, что я все-таки кратенько расскажу о своей биографии, потому что, чтобы вы тогда легче меня щипали. Деревенька в глубинке России, Курская область. Ну, ладно, прошли этот этап 10-11 классов. Дальше армия. Как положено, не бегал. Целых нормальных три года, а не один год. Кстати, очень хорошо вспоминаю армейскую службу. И никогда не жалею. Но один нюанс из армейской жизни скажу очень интересный. Меня привезли после сборов в Казань. И я принимал присягу армейскую после карантина так называемого. В Казанском Кремле. Там стоял полк. А ровно через 50 лет я вернулся опять в Казань, вошел в Кремль, но уже митрополитом казанским и татарстанским. Вот так вот в жизни бывает. Затем всякие жизненные пробы, институт политехнический. Затем семинария, академия, аспирантура, монашество принял в семинарии. И затем получил предложение поехать трудиться во Святой Град Иерусалим, представителем нашей миссии. В миссии проработал пять лет, уже будучи священником, ермонахом. И это был, пожалуй, самый интересный момент в моей жизни. С одной стороны, для верующего человека Святая Земля — это мечта у людей, у многих побывать только. А на протяжении пяти лет это очень важно. Но! А теперь вот но! Это будет иметь отношение и к последующей моей жизни. Тогда с Израилем у Советского Союза не было дипотношений. И единственное то, что называется... Сейчас какое-то слово «скажи» придерутся сразу, но легальное. Да, миссия — это русская духовная миссия. И практически это был мост между огромной страной, которым был Советский Союз, и Израилем. То же самое. Немаловажной страной в жизни, вообще-то, политической, общественной, мировой. И вот это был самый большой, пожалуй, опыт, если вы, как журналисты, понимаете, когда вам приходится встречаться на самом высоком уровне. Будь ли то прием какой-нибудь государственный — обязательно мы присутствовали. Приезжали ли главы государств — тоже самое обязательно присутствовали, потому что других просто не было. Вот мы есть такие, какие есть. Таких нас и принимали. И в этом плане, я бы сказал, было очень интересно. С другой стороны, это три мировых религии. Это иудаизм, это православие, это ислам. Это вот центр, пересечение. Но кроме этого, что касается политическом плане, как было тогда и сейчас. Израиль, он являлся неким оселком политического, вектора, вообще-то, если хотите, и в мировой политической и общественной жизни. И вот здесь, пожалуй, проходил тот, как раз ту стажировку, которая пригодилась мне в последующем во всей моей жизни. Ну, скажу, интересные были встречи. Для вас, может быть, ничего не значит. Премьер-министр Израиля тогда был Бегин. Самый большой демократ и самый известный человек. Я беру демократ в кавычках. В свое время в борьбе за независимость он повесил 25 лично английских офицеров. Да, он такой был, демократического подхода у него. Кстати, о демократии мы тоже потом поговорим. Интересный был человек. Встречался с Машедаяном. Машедаян, но по песне Высоцкого, только если кто помнит, там тоже насчет его «Четырех глаз». Да? Интересные тоже были очень встречи. Но это я к чему говорю? Я говорю, это потому, что иногда будете мне задавать, откуда тот или иной у меня опыт. А затем после этого маленькая передышка и опять за границей. Куда, вы думаете, я поехал? Я поехал представителем, был секретарем экзархата Центральной и Южной Америки. Я сейчас с большим интересом сидел и смотрел по возможности G20. Не потому, что даже меньше меня интересовало, потому, что вы и политики, и журналисты интересуетесь. Меня интересовалось прикоснуться опять к тому Буэнос-Айресу, где я трудился многие годы назад и который тоже успел очень полюбить. Кстати, латиноамериканцы примерно похожи на нас. Они в какой-то степени разболтанные. Но мы нет, мы не разболтанные. Да. Они любят все время мечтать о хорошей жизни, но не любят работать. Они говорят, а зачем нам работать? У нас и так вот все растет. Стада пасутся, не надо их вообще кормить. Они сами на пампах огромные. Стада пасутся. Благоприятное солнце. Кстати, они очень любители пить жербомата. Жербомата это что-то такое, вот как чай вроде бы, но если хотите, это какой-то степени наркотик. Вы видели, вот такие пиалы, да? И они вот по кругу сидят и пьют, вот передают с одной... Ну это такие зарисовки в связи с тем, что вспомнил как раз G20 опять Буэнос-Айрес. Кстати, замечательный очень город. Советую, если будут кого-то посылать туда, езжайте. Не пожалеете. Вообще вся Латинская Америка. Но побывал там немножко. Кстати, за рулем проехал с Буэнос-Айреса Дарио-де-Жанейро. Сам лично за рулем проехал. Удивительные красоты. И вот интересно, когда едешь, у нас сейчас бананы теперь есть уже, и вот смотришь на где-то в джунглях, и вот собирают бананы, бананы, бананы. И стоят вот эти фуры, которые мы теперь видим. Видно, к нам собирают эти бананы везти, да? А подъезжаешь особенно к Сан-Пауло, это что-то ужасное. Это город, ну не знаю, 30 с лишним миллионов. Пожалуй, Сан-Пауло самый большой город, да? И смотришь, и такие лачуги, а с другой стороны, дальше там дворцы там такие. И вот интересно, у них в Бразилии было... Я ничего, что так вот я вспоминаю? Ребят, если не интересно будет, я перейду на другую тему сразу. Да. И вот едешь, вот что характерно, вот я говорю, особенно по Бразилии тоже ехали, и говорят, я говорю, а почему так столько много лачуг? А говорит, а вы знаете, что было? Было принято решение правительством, вот всю бедноту, земель много, и расстелить. Вывезли, говорит, построили хорошие, так сказать, ну такие домики, да? Ну там не надо там строить с такими толстыми стенами, как у нас. И что вы думаете, говорит? Самое большое по полгода они там побыли. И говорит, нет, это не наша жизнь. Наша жизнь это в лачугах, но веселая, где-то там в Сан-Паулу. Они все живут, вообще Латинская Америка, от карнавала до карнавала живут. Ну и еще одна интересная вещь, конечно, у меня что было, что я помню по Бразилии, у меня вот такое есть слово, сперли часы. Да, простите, пожалуйста. Я тогда уже ездил по командировкам, и помню, мы были с премьер-министром нашей России, с Виктором Черномырдием, с которым я дружил до последних его дней. И были мы в Греции. Ему и мне подарили очень красивые тонкие часы. Сейчас бы за них уже точно где-нибудь показали. Сказали бы, вот, ага, вот окаянный, это Феофан, дорогие же часы ему, кто он. А мы, бедные, сидим студенты здесь, да? Но тогда еще не показывали, а их и не носил. Но они были простые. А я вышел в Рио-де-Жанейро и пройтись по берегу, вот так вот одет был, а жарко очень. Я положил часы в кармашек сюда. Не успел обернуться, кто-то вокруг меня тиранул, нет часов. Да? Ну, ну что делать? Ну, я рассказал там местным, он говорит, ну, это хорошо, что только часы, говорит, уперли. Еще могло быть хуже, говорит. Да, такая интересная очень Бразилия. Я как-нибудь зарисовки по Бразилии могу тоже рассказать. Интересно, Бразилию встречался с потомками Пушкина и Толстого, с подлинными потомками. И вообще в Бразилии довольно большое количество, и в Аргентине, в Аргентине, кстати, проживало тогда около 600 славянского населения нашего, братьев славян. Это русские, это белорусы, украинцы. И это были разные совершенно волны. После революционная волна, затем большая очень волна была. Это с западных районов Украины, когда поляки решили, так сказать, подобраться к землям западноукраинским, то заманивали, чтобы люди переселялись пароходами, направляли в Аргентину, обещали красивую жизнь, но где-нибудь высадят в джунглях, и говорят, вот джунгли, а вот земля. Что отвоюете, то все будет ваше. Ну что ж, ну, так вот многие погибали, потому что много. Климат совсем не тот. Ну ладно. После Латинской Америки опять небольшая передышка, и опять уехал на Ближний Восток. Я стал экзархом, патриархом Московского и всей Руси, при патриархе Александрийском и всей Африке. Жил в Александрии, в Каире жил. Очень много встречался. Почему я очень хорошо знаю мусульманский мир? Потому что практически вот многие годы постоянно общался. Но здесь вообще интересные были встречи. Я много раз встречался с Манделой. С Манделой, когда он еще был в тюрьме сидел, даже мы ездили. Потом встречался, когда он уже был президентом. Много раз это отдельный разговор. Много раз встречался в разных странах с Ясером Арафатом. Тоже здесь сложная была ситуация. И вообще вот сейчас Ближний Восток даже очень трудно вериться. Вот те годы, когда был на Ближнем Востоке, и особенно Египет в нем вспоминается, очень такой спокойный. Народ очень гостеприимный. И вообще-то христиане, конечно, какие-то стычки были иногда между коптами и мусульманами. Но никакого вот такого внутреннего, внутренней ненависти совершенно не было. Потому что жили уже, можно сказать, два тысячелетия почти вместе. И вот в таком виде я ходил совершенно спокойно по Александрии, по Каиру, и идешь, вот они обуна, обуна, да. Представят, но обязательно предлагают что-нибудь купить. Они же вечно продают. Продают и на рынке воруют еще вдобавок. Да, но это нормальное явление. Карман держи просто, да и все. И особенно не вступай в такие демагические рассуждения. Все нормально будет. А вообще гостеприимные. Я расскажу один случай, такой очень интересный. Очень известный человек. Мы путешествовали по Египту. И мы ехали с Красного моря на машине, а за рулем я сам был. Наша представительская машина. И еще один человек, он довольно часто млекает сейчас, на экранах телевидения бывает. Я не назову его имя, не хочу. И едешь по пустыне, когда, вот туда, в сторону Синая особенно, очень опасная вещь, вот допустим, асфальт, дорога, да, и там песок, пустыня. И вот если вас занесет, то это хуже, чем у нас заснеженную погоду. Вы не выберетесь, взорвается и все, машина. И вот, ну стоим уже, а ночь подходит, что делать? И вот едут стайка арабов, они обычно едут там с полей или откуда-то, да, и типа наших вот газель, и на бит там, ну человек 20 вот в кузове. И они останавливаются, думаю, немножко опасно, что ж такое будет. Они говорят, значит, ну да, и смеются. Видать, не первый уже попадает иностранец в такую ловушку. Ну, говорит, что, помочь? Ну, да, ну как же, вот так как-то объясняемся с ними. Они, вот налетел их человек 20, нашу машину вынесли на руках, поставили на асфальт, а потом, значит, говорит, ну куда вы поедете ночью? Говорит, вам куда ехать? Мы говорим, в Александрию. А там километров 500. Говорит, нет, опасно, говорит, ехать не надо. Поехали мы тут вот недалеко деревня, и давайте переночуете у нас, а потом поедете. Ну, мы что делать? Ну, поехали в деревню, в деревню. Приезжаем, ну, к обычной арабской деревне, обычный арабский дом. Они тут быстро барана, да, сварили барана, шум, гам, тут чай, водки нет, водки нету там, точно. Да, чай, все попили, мы немножко так тревожно на душе было, бог его знает, но вот оставаться. Отвели какую-то там, какие-то перегороженные палаточки такие спать, но переспали, не переспали. К утру мы, говорят, и опять такие веселые, говорят, ну поезжайте. А, кстати, были мусульмане, и они знали, что мы христиане. Вот это такая зарисовочка, как люди жили, и что с людьми с этими сделали на сегодняшний день. Насколько, вот иногда, кстати, вы, будущие властители умов и душ, как будущие журналисты, политологи, социологи, да или геоведы, должны понимать, как можно, с одной стороны, привнести волну мира, согласия, взаимопонимания, и как легко очень разрушить то, что веками создавалось. То, что веками создавалось, очень легко. Ну, поехали, поехали. Ну, ладно, закончили эту страницу. Интересно, тоже была одна вещь, 91-й год. Кстати, я уезжал из Советского Союза, а приехал уже, не было Советского Союза, уже другая совершенно страна, и другая система ценностей. И вот я помню, в консульстве, в Александрии, консул такой был чванистый такой дядя, аристократ. И он бывший такой и спартработником, такой достойный, и дародный ходил, Леонид Григорьевич. И вот он всегда, да, да нет, нет, ну не вы, нет. Да, и он, он покрупнее вас был такой, знаете, интересный очень был. И вот, значит, когда случилось КЧП, да, он, значит, заходит, а в посольствах всегда офицеры безопасности есть. И он, а висел, как всегда, иконы, в консульствах, посольствах висели иконы. Знаете, да? Не знаете? Не обязательно иконы висели. Они в виде члена политбюро, да, это тоже иконы были. И вот висел портрет Горбачева, он заходит, значит, и офицеру безопасности, а так идет, так вот, говорит. А это что за портрет? Это президент так растерялся человек? Вы что, не понимаете, что этот человек разрушил страну? Убрать! Убрать, убрать, он же первое лицо. Убрали. Через пару дней случилось то, что случилось. Михаил Сергеевич в Москве. Борис Николаевич выступает с танка. Все, свершилось. Освобождение. И Михаил Сергеевич, тогда еще президент, он заходит и говорит, «Слушайте, а где портрет президента?» Михаил Сергеевич, вы сказали, чтобы его убрать. Я сказал, чтобы убрать портрет президента? Вы что, с ума сошли? Найти мне быстро. Ну, благо, далеко не унесли. Где-то на чердаке портрет стоял. Понесли портрет, повесили. Так я немножко иронизирую, но ведь, по сути, вот это то, что происходило у нас, вот как метаморфозы, да, насчет сапог. Белые, красные пришли. Снимай сапоги. И вот насколько не меняется сущность человека, остается она такой же. Ну, да ладно, Бог с ним. С Леонидом Григорьевичем. У Царства Небесного хороший человек был. И затем я вернулся в Москву. Ну, а с зарубежной очередной этой командировкой вернулся в Москву уже в статусе заместителя, председателя дела внешних церковных связей сегодняшнего патриарха. То, что на вашем языке называется церковный МИД, замминистра иностранных дел церкви. Доля моей ответственности была не очень большая, но широкая. Я отвечал в церкви за связь с правительством, с президентскими структурами, с МИДом. Но еще и кадровые вопросы были мои. Да, палитра очень большая была. И здесь тоже интересный очень был период работы. Это отдельно можно посвятить встречу. Кризис 93-го года, когда между двумя ветвями власти, исполнительной и законодательной, возник конфликт. И помните, тогда говорили о переговорах, которые посредничала церковь православная. И вот ваш покорный слуга был тем человеком, который не просто был участником, а лично проводил переговоры. С Ельцином сначала, потом с Хазбулатовым, с Рудским, со всем тогда съезд народных депутатов. И это особая страница. Если будет интересно, вопросы зададите, я тоже что-то немножко расскажу. Это было очень сложное и трудное время. Ну и так практически на протяжении почти 7 лет я проработал то, что вы называете в центральном аппарате. Вот здесь была возможность, поскольку был такой период, во всех делегациях, поездках, или премьер-министр, или особенно министр национальных дел, я всегда участвовал в таких поездках. Очень интересный тоже, насыщенный был период. А затем, затем, вспомнили, что я специалист по Ближнему Востоку, и меня отправили, куда вы думаете, в Дамаск. Представителем Дамаска. Я был представителем в нашем Сирии. Я помню сегодняшнего Асада еще мальчишкой. Наше представительство было метров 300 от резиденции президента Сирии, тогда старый Асад. И тоже много раз встречались. И вот тоже опять в Сирии, в Дамаске. Там тоже и христиане, и мусульмане живут. И вот тоже очень спокойный, очень красивый город. И не только сам город, и вообще страна вся. Такая спокойная, они трудолюбивые, отзывчивые очень. Очень много действительно... Я вот когда смотрю вот эти памятники, которые были разрушены Палерматом, это ужас просто, невозможно представить себя. А тогда прошло ведь каких-то два десятка с небольшим лет. И во что превратился самое главное? Не город, город, страна, как физическая составляющая, а люди, как быстро изменили психологию, заманивая в светлое, красивое будущее. И превратили из людей непонятно в кого, в каких-то человеконенавистников. А это же вот они, бок о бок, жили все время вместе. Но на этом не кончилось мое путешествие. Вдруг вспомнили, что надо... Была проблема на окраинах России. И есть такой городок небольшой, не великий, не мал. Нет, не Найрман. Как его Найрмал? Это Нарьянмар. Найрмар? Нарьянмар. Нарьянмар. Да. Нет, это Магадан. Да, и говорит, надо вот послать епископа в Магадан. Там как-то все не получалось. До меня посылали. А проблема вот какая была. Почему Магадан? Значит, когда открыли все шлюзы к нам, все гости, особенно в религиозном плане, помните, все секты рванули к нам. И кого только не было. Нас и валиологи... В общем, одних чертей только было полно. Простите, пожалуйста. Но это здесь... Вот, кстати, вот Достоевский часто их называет с именами. Да, и Гоголь тоже. И... Магадан. Народ креативный, то, что называете вы сейчас. И не надо биться за центр. Люди приезжают в основном с Москвы, с Петербурга. Такие, скажем, интересные люди. Их обрабатывают там секты. И адепты готовы и поехали в Россию. И уловили тогда, что это, в общем, вещь очень опасная. Безобидный Магадан становится кузницей сект. Таким вот потоком. И тогда нашли Феофана в Дамаске. Мне звонит патриарх Алексей. Говорит, приезжайте, пожалуйста. Он так, кстати, светлая ему память. Он умер будет 10 лет. Завтра, да. Приезжайте, поговорить надо. Он интеллигентный такой был. Ну, ну, приезжайте, приезжайте. С Дамаска сел, прилетел. Прихожу к нему, он так сидит. И чувствуется, что не знает, как подойти. Он говорит, вы знаете, что? Есть вообще-то проблема в церкви. Я вот думаю, что вот я хотел бы вам сказать, предложить в Магадан вот надо поехать. Я сижу, Дамаск, где Дамаск, а где Магадан? Я говорю, ну, вроде бы ничего не натворил. И Магадан. Я говорю, ну, у нас так принято. Сказали, значит, надо ехать. Я говорю, ваше встречу. Ну, надо, значит, надо. Ну, он заулыбался, доволен такой. Ну, короче говоря. Меня рукоположили и направили в Магадан. Направили в Магадан. И интересно очень. За два года мне удалось построить собор, больше по размерам, чем этот. Вы зайдите на сайт, посмотрите. Родицкий собор в Магадане. Кстати, собор построил на месте, каком месте? Не знаете? Бывшего обкома КПСС. Там был обком КПСС. И на месте обкома КПСС построил храм. Зюгана меня до сих пор еще вспоминает. Да, как... Но я не виноват. Я говорю, при чем тут я? Вы решали, власть решала. Не я же сносил. А там было здание 14-этажное, уже построено практически наверху. И оно 20 лет стояло. Вот раскрытое все, естественно, разрушалось. Его строили как обком и этот совет, облсовет вместе. Ну, и когда начали выбирать, я говорю, вот это здание. Это тоже отдельная страница. Можно минут 20 рассказывать. Короче, снесли, построили. Собор стоит там сейчас. А затем, после Магадана, побыла я там два года, проблема на Кавказе. Вот эта война. У меня опять звонит патриарх, говорит, а нет, он мне не позвонил. Я был в Ирландии. Освещал новопостроенный, там храм наш освещал. И мне звонит сегодняшний митрополит Кирилл и говорит, а вы уже не магаданский. А я был в Лондоне, хитровую пересадку делали в аэропорту. И он смеется, говорит, а ты уже, говорит, не магаданский. Я говорю, не магаданский. Ты, говорит, уже ставропольский и владикавказский. Тебя сегодня перевели уже. И вот так съездил, прокатился до Ирландии, осветил храм. А меня уже успели перевезти. Ну и так вот побыл почти 10 лет на Кавказе. Это особая опять страница. Перенес Беслан. На своих руках действительно выносил из школы убитых детей. Вот просто я вот удивляюсь, как я стою перед вами. Вот на моих глазах, вот я несу ребенка и несет вот спецназовец. Его убивают. Я иду дальше. Ни одной царапины. Это вот только Господь миловал. Так, как это все было. Но здесь я понял весь ужас вообще терроризма. Вот терроризм, когда он нас не касается, то нам кажется, это некие, иногда даже что-то такое, может быть, и заманчивое. Но когда вы сталкиваетесь в реальной жизни с последствиями этого ужасного, уродливого явления, то становится жутко, что кажется все, вот это ад на земле, то, куда могут привести как раз вот эти заманчивые идейки свободного поиска. И вот, да, ну, многие годы, ну да ладно, там долго рассказывать, потом Челябинск, потом родина Владимира Ильича. Я не успел, правда, вернуть на родину. Жалею очень, потому что один год всего побыл, да, в Симбирске. Ну, а затем у вас сказание. Вот это такой мой кратенький жизненный путь, я бы сказал. Это вам для затравки, чтобы вы меня поспрашивали потом, если будет что-то. А теперь загляну, как обычно это делается, нормальные люди свои анналы. Вот тут тоже, готовясь к нашей с вами встрече, я сделал для себя некоторые пометочки. И, если позволите, я воспользуюсь шпаргалками. Не будете осуждать меня? Можно? Можно? Веселись, юноша, в юности твоей. Эти слова Экклесиаста давно взяли на вооружение современные эпикурейцы, забывая, что они заканчиваются грозным предупреждением пророка. А вот теперь внимательно слушайте. «И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Уловили? Ходи. Ведь сердце наше иногда влечет нас в разные стороны, разные интересы, разные ловушки, да? И как бы хотелось иногда пойти по путям сердца своего, по путям хотелок своих, но предупреждение, вот удивительно, Господь предупреждает, «Но знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Это вот как раз вопрос вечности и ответственности, вопрос жизни и бессмертия как таковой. То, о чем мы часто думаем. Древним было ведомо это катастрофическая скоротечная жизнь, о которой забывает современный человек. Действительно, живущий внутри общества потребления, где можно выгодно купить не только квартиру или автомобиль, но даже и продлить жизнь. Но, есть но, может быть, сейчас медицина и может продлить жизнь, но не избавляет от самого главного, от смерти. Нет бессмертия как такового, как данности. каждый человек должен пройти врата жизни и смерти. Это значит, что все нравственные законы, открытые нашими предками, действуют с такой же непреложностью, как законы тяготения. Вот это очень важно знать, потому что иногда, часто, когда говорит священник, или кто-то начинает о нравственности, говорит о морали, нам говорят, ну, подожди, нам надо еще насладиться этой жизнью со своей нравственностью, со своей моралью, где она, докажи нам ее. А вот то, что на сегодняшний день вокруг нас, это реалия, и мы хотим жить не эфемерной метафизикой, а реальным нашим бытием. Но опасная, очень и опасная вещь, и вот что характерно, когда общество управляет синклиты заслуженных пожилых людей, когда старость занимает этот педестал, который, отведенные традиции веры, это черта традиционного патриархального общества. И кому, как не людям исламской культуры, я к исламской обращаюсь сейчас, которая изданно отличается подчинением к старшим, знать действительно об этом. Но случаются эпохи, когда старость сбрасывается с педестала, когда традиция забывается или осознанно стесняется на обочину жизни. К сожалению, это наше с вами время. К сожалению, это наше с вами время. Вы посмотрите сейчас, даже и где, опять я говорю, в мусульманской среде, где наиболее почитаемые традиции были. И особенно отношение к старшим тоже самое теряется. Хотя более крепки, чем славянская семья. А наши традиции, я часто говорю, что при живых и довольно обеспеченных детях, как часто можно видеть влачащих практически нищенское существование родителей. Но вот удивительная вещь. Есть заповедь, она очень простая, но относится как раз к десяти главных заповедей. Чти отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. А теперь давайте посмотрим. Мы говорили о традициях и о отношении к старшим. Традиции нарушены. Почитание родителей уважения, потому что мы слово почитание опошлили и как-то относимся к нему с некой иронией. Что значит почитание, почитание, да? Мы все вечно кого-то почитаем. Но замените другим словом человеческое отношение. А теперь вот что давайте с вами сделаем экскурсию на кладбище. Что говорит заповедь? Чти отца твоего и матерь твоего. и благо тебе будет и долголетен будешь на земле. Посмотрите людей умерших, которые жили в труднейшие годы после революционной коллективизации, голод, Великой Отечественной войны и год рождения их возьмите какой-нибудь девятисотый, да, и немножко ближе сюда, а потом день смерти. Как правило, редко кто 70, 80, а то где-то к 90 годам. Это люди пережившие ужасное, трудное, годы с нечеловеческими условиями. И теперь посмотрите сытые годы, довольно беспечные годы. Ходите по кладбищу, ходите, ходите, обязательно идите на кладбище, и что вы увидите 19, 20, ну, где-то дотягивает до 30, а то и 40 лет, может, дотягивает. А сейчас страшная вещь, молодеет кладбище. С одной стороны, шагнула медицина, которая способна продлить человеческую жизнь, а с другой стороны, получается наоборот. медицина шагнула, а нравственная ржавчина убивает. То, что нарушили вот эти нормы, данные, признает кто или не признает, это Бог с ними, Бога. Но суть-то заключается в том, что мы пожинаем эти плоды реально. Еще раз повторяю, я бы вас очень советовал, когда в голове зарождается некий вихрь, особенно кто-то чем-то манит, не знаю, наркомания или еще какими-то гадостями, иди обязательно на кладбище, иди, сходи, иди, 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 походи там, и посмотри, сколько молодых лежит там, потому что действительно нарушены все нормы, которые даны не только Богом, но и тысячелетиями копились человеческим обществом. Молодое поколение это время больших скоростей, время интернета, сверхзвуковых лайнеров, скоростных поездов, время высоких технологий информационных войн, смартфонами, которыми мы пользуемся, устаревают меньше, чем за год. Новости, которые мы читаем, становятся вчерашними, то есть неактуальными уже к вечеру. На такой бешеной скорости, на которой живем мы, не жил даже человек 20 века, не говоря уже о людях предыдущих патриархальных и неспешных столетий, которые предшествовали эпохе технического прогресса. Хорошо ли это? Вот это вопрос, конечно. Вот у Мухаммеда есть один из замечательных хадисов. Обращается к молодым. Используй пять вещей до прихода других пяти. Молодость до прихода старости. Здоровье прежде болезни. Богатство пока не наступила бедность. Свободное время до того, как будешь занятым. И жизнь до того, как придет смерть. Однако современный человек, как правило, рождается занятым и больным. Он даже не успевает, как следует вкусить молодости, как в его двери уже стучится старость. Он живет полностью искусственном, электронном, придуманном мире. Поэтому можно сказать, что он умирает, не успев родиться, не успев почувствовать себя отдельно, неповторимой личностью. Что касается богатства, то оно в обществе социальной несправедливости доступно далеко не каждому. Большинство рождаются и умирают бедными. И вот здесь уже вопрос. А есть ли вообще-то выход? Мне задали сразу ваши коллеги, журналисты. Сейчас вот только вопрос. А вот молодежь, что сейчас находится в тупике? И действительно, если так поразмыслить, то может сложиться такое впечатление, что тупик некий. И дальше некуда идти. И вот я опять хочу обратиться к философам. Я думаю, что Владимир Соловьев вам как философам здесь сидящим хорошо известен. Правда? И вот у него есть одно замечательное воспоминание. Он описывает свою встречу с нигилистом революционером. Мы были вполне согласны в том, что существующее должно быть скорее времени разрушено. С некоторой иронией он вспоминает. Но он думал, что за этим разрушением наступит земной рай, так как нам и говорят, как это было после 17-го гола, то, что мы испытали уже в наше время, после 91-го года. И думали, что не будет бедных, глупых и порочных, а все человечество станет равномерно наслаждаться всеми физическими и умственными благами, бесчисленных фаланстерах, которые покроют земной шар. Я же с одушевлением утверждал, что его взгляд недостаточно радикален, что на самом деле не только земля, обращайте внимание, это Соловьев говорит, недостаточно на земле все разрушить, но и вся вселенная должна быть коренным образом уничтожена. Представляете? На в начале 20-го века. Что если после этого и будет какая-нибудь жизнь, то совершенно другая жизнь, не похожа на настоящую, чисто трансцендентная, он был радикаль натуралист, а был радикал метафизик. Вот опасные вещи и там, и там, кстати. Вот это стремление уничтожить вселенную неотделимое, казалось бы, от максимализма молодости, предобретает ныне уже совершенно реальный и очень опасный характер. Когда речь уже не только о метафизическом мышлении и не совсем точном понимании, что же может быть, мы стоим перед реальной опасностью, что уничтожение полностью вселенной, кстати, благодаря техническому прогрессу стало ужасной вещью, которая вот-вот подкрадывается к нам, как уже нечто необратимое. И вот мне хотелось бы обратиться в связи с этим к одному замечательному человеку. Я не знаю, вам говорить ли что-нибудь имя академика Раушенбаха. Кто-нибудь слышал о нем? Значит, академик Раушенбах это был известный физик, это был соратник Королева, Сахарова. Он очень многое сделал для космонавтики. Именно Раушенбах. И удивительное дело, это был человек практически со всемирной известностью. И кажется, для него ну что такое? Он достиг всего. И особенно во второй половине жизни он именно как ученый. И есть у него целые труды. Путем математического исчисления пришел к вере в Бога. И уже не мыслил себя и вообще не представлял что такое не принимать понимание вечности происхождения Бога. вот я хотел бы зачитать его некие мысли на религию. Религия с моей точки зрения нечто адресующееся к той части души, которая не занимается рациональными делами. Богословие рациональная наука, поэтому им может заниматься и атеист, скажем и искусствовед. Пожалуйста. А я говорю о вере, о настоящей вере. И вот я подошел в какой-то степени как раз к той части, где мы нередко соприкасаемся. Религиоведение. И вот в какой-то степени ответил Раушенбах. Ведь нередко иногда встречаешься и говорит я религиовед. И смотришь, его религиоведение сводится к сумме познаний о религии. А вот что касается вообще-то если теологии, да, здесь уже посложнее. С одной стороны человек, который занимается теологией, он также углубляется в познание истин теологических, но с другой стороны многие аспекты теологических знаний ему совершенно недоступны будут, если он будет стоять на пути внутреннего атеизма. Здесь должна быть одна твердая позиция. Он должен быть честен и не говорить я атеист. Вот я это все отрицаю. Он должен находиться в поиске. Вот истина, вот две дороги, как сказано в Библии, жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь. И вот тогда человек уже определяет, тогда он может быть настоящим теологом только тогда, когда он честен. И он обязательно придет к истине. А если он предвзято относится к вообще познанию Бога, то он никогда не станет настоящим теологом по сути, по своей. Вот мне просто я хотел бы очень многие моменты из этого замечательного академика, чтобы вы познакомились. Вот эта книга, она называется «Синтез двух систем познания». Да? Я не могу ее отдать вам, потому что она у меня одна. А я в нее довольно часто поглядываю. Но найдите где-нибудь. Я вам очень советую почитать эту книгу. Вот его рассуждение еще я вам зачитаю некоторые моменты. Все чаще людям в голову приходит мысль. Не назрел ли синтез двух систем познания религиозной и научной? Хотя я не стал бы разделять религиозное и научное мировоззрение. я бы взял шире логическое в том числе и научное и внелогичное куда входит не только религия но и искусство разные грани мировоззрения. Вот насколько глубоко здесь. Да? У нас все время шли споры а может ли теология и вообще религия претендовать на научное познание? Ответ практически дан не Феофаном а академиком Раушенбахом. Человек который еще раз повторяю прочитайте его обязательно биографию. Вот еще интересная его вещь о России он как говорит о Западе. Западный мир очень заинтересован чтобы мы оказались на периферии мировой цивилизации и это было есть и будет всегда потому что Россия для западного мира является неким некой преградой и это мы отдельно можем поговорить с вами ну а сейчас чтобы закончить и дать возможность вам задать мне вопросы опять обращусь к моему старому другу Евтушенко стихи которого я очень люблю я всегда вот это небольшое стихотворение читаю обращается он к молодежи но ты хотя бы однажды в мире когда он спит или кипит остановись как лошадь в мыле по чью пропасть у копыт остановись на полдороге доверься небу как судье подумай если не о Боге хотя бы только о себе под шелест листьев обеджалых под паровозный хриплый крик пойми забегавшийся жалок остановившийся велик спасибо аплодисменты вопросы здравствуйте меня зовут Анатолий Дениер политолог третий курс мне интересует ваше экспертное мнение по поводу высказания Владимира Владимировича Путина от 18 октября 2018 года где он говорил если будет ядерный удар по России то мы умрем как мученики тот кто нанес удар просто сдохнет это цитата спасибо вы знаете вопрос провокационного характера конечно но я на него отвечу уже много раз комментировали этот ответ но надо понять в какой атмосфере главе государства приходится отвечать на сегодняшний день когда практически это реалии все время стягивается кольцо вокруг так сказать России и если бы была твердая уверенность в том что не получит никакого ответа а легко сомкнут кольцо и задушат это было бы сделано моментально и безоговорочно но есть но когда говорят о том что надо разоружаться то заразоружаться как относительно кимченеру говорят ты разоружись потом все у тебя будет хорошо так и к нам говорят мы уже разбазарили страну после 91-го года и до разоружались все практически остались было без ничего и вас смущает что вас смущает выражение относительно сдохнет конечно или или рая или чего и то и то и да вы знаете что надо учесть все-таки здесь эмоциональный ответ Владимира Владимировича и относительно того что ну я не думаю что он прям с такой вот злостью но в этом слове в какой-то степени вот это так сказать характеристика вот этому волчьему подходу к нашей стране к нам да но может быть удачно неудачно это слово он применил а что касается рая и ада ну что же он ведь говорит в какой-то степени Россия действительно является таким вот как почему-то на нее все нападают терзают да если с точки зрения религиозной взять то давайте будем откровенны вот сейчас посмотрите что творится на западе и вообще какую модель в целом западный мир нам навязывает какую модель хорошо я вам начинаю отвечать свобода свобода какая свобода свобода со вседозволенностью демократия какая демократия демократия насилия меньшинства над большинством пример пожалуйста возьмите вы пресловутые эти браки однополые с одной стороны свобода а с другой стороны ее под право человека подводит но я бы сказал какое тут право человек не унижайте человека не унижайте человека здесь не о праве речь идет о извращении природы о любое уродливое явление медицине если появляется где-то опухоль какая-то чтобы весь организм не погиб идут почку отсекают даже правда чтобы рак не пошел дальше ногу отрезают чтобы гангреда не пошла и в обществе то которое нам сейчас навязывает модель она губительна в целом и практически россия является пожалуй единственной страной которая в идеологическом плане говорит нет это неприемлемо для нашей цивилизации для нашего мировоззрения для нашей исторической данности и ценности а западный мир нам говорит нет это то к чему должны стремиться и сейчас оселок демократии вот как бы лакмусовая бумажка что является как раз то о чем я сказал выше вот эти пресловутые однополые браки то что практически является не просто извращением природы но ведет человечество к самоуничтожению если представить что мы пойдем по этому пути пусть один вымирание и все поэтому когда конечно насчет рая и ада не будет колхоза все или в ад или в рай или в гулах или светлое будущее коммунистическое отвечать будет каждый за себя лично еще раз повторяю а то что высказал Владимир Владимирович это общий подход так сказать в связи вот с этой такой оголтелой ну нападкой на Россию вот у него вот вам прокомментировал но ответственность ада и рая несет личность индивидуально колхозом судить не будут вот том то и дело что ответишь ты ответишь за себя он за себя я за себя отвечу ясно здравствуйте меня зовут Вадим культуролог второй курс в Татарстане как известно примерно одинаковое количество мусульман и православных и в одном из интервью вы признали это также вы привели метафору сравнивая ислам и православие как два крыла одной птицы если одно из них ослабевает то птицу способна неизвестно куда залететь так вот в другом же интервью вы говорите о том что в Татарстане на полторы тысячи мечети приходится 350 православных храмов и также вы признаете что исламские проповедники более активны нежели православные и возникает вопрос точно ли уравновешены эти два крыла птицы вы знаете что ведь вопрос в конце концов даже не заключается в количестве мечетей или в количестве православных храмов хотя это имеет тоже большое значение вопрос заключается в стабильности мышления тех и иных групп этнических и религиозных да и поэтому что касается развития так сказать и то что я сказал мусульмане более активное но не надо много об этом говорить пятницу идите в мечеть и посмотрите идите в православный храм православные христиане они я вот говорю часто в проповедях своих по сей день славянин еще живет атеистической инерцией еще мы даже живя в наше время свободное время спросит ты православный оленулся да и вот сказать вот так совершенно открыто славянину да конечно я плохой но я православный корни у меня православные да и у нас вот это я бы сказал инерция атеизма у славянского народа очень сильна но я вам скажу причину давайте мы очень внимательно посмотрим на послереволюционное время страдали конечно и мусульмане страдали но в основном все нападки все тяготы разрушения легли на православную церковь физически весь епископат то есть вот так как я к началу второй мировой войны был весь уничтожен уничтожена была полностью традиция и боролись с православием потому что считали это пособник царизма это и прочее и прочее да православие искореняли на корню и вот это отразилось и на сегодняшний день что касается ислама он тоже пострадал безусловно но менее еще раз повторяю меньше чем православное и ислам он пострадал еще меньше потому что совершенно иная традиция религиозного просвещения там от семьи к семье да а у нас больше вот такой коллективизм это через храмы через приходы через общину вот это очень важно понимать но с другой стороны мечети больше да действительно это факт который есть но я не вижу трагедии я вижу другое что мы должны тогда сами понимать наш брат славянин ну хорошо есть мечети ну давайте у нас вот там где-то населения много нет храма давайте мы соберемся да построим храм я как раз инициирую помогаю это я хочу совершенно открыто сказать что противление со стороны власти я не чувствую и наоборот мы договорились с президентом Менихановым если будут какие-то проблемы хотите верьте хотите нет я набираю телефончик и он мне никогда не скажет чтобы не ответил если я не ответил сразу верно перезвонит и мы решаем вопросы поэтому все зависит от нашей активности если мы славянское население поймем что у нас есть свои корни мы будем более уважаемые представителями другой религии другого этноса где мы совместно живем а если мы будем наплевательски относиться к своей вере к своей культуре своей истории своей традиции я беру славянина да то получим то что мы сеем презрение и отношения соответствующие а если мы будем знать свою религию мы уважительно друг к другу будем относиться то же самое и с мусульманами поэтому крылышки должны быть в равновесии но не искусственно а реальной жизни ответил пожалуйста здравствуйте меня зовут Кирилл второй курс конфликтологии какова на ваш взгляд цель диалога между русской православной церковью и римской католической церковью и связи с конфликтами нынешними и прошедшими каково состояние диалога сейчас спасибо так что вы имеете ввиду в связи с конфликтами какие конфликты конфликты в догматических нормах представления даже о том как нужно молиться конфликты раннего христианства все ясно значит этот вопрос вот в чем заключается у нас сейчас даже есть некоторые даже среди священников и отдельных групп верующих людей которые говорят что мы даже не будем молиться за патриарха вот он нарушил нормы канонические он общался с папой римским а это грех непростительно мы только с вами говорили о том что происходит в целом мире мы в общем-то общество то что называется геополитическая составляющая подошли к очень опасной черте как говорит говорите вы политологи культурологи социологи красная чертя и эта красная черта она выражается во многих аспектах она выражается и в нарушении понимания норм свободы и права в понимании норм прогресса и форм методов его использования но и самое страшное к вопросу защите интересов своего народа или же агрессии да и вот вообще мировое сообщество сейчас стоит перед страшным выбором вот был тот период после 90-го года когда нам всем сюда убивали глобализация и рыночная экономика все нам дадут и все спасут нас от всего а опыт показывает другое что нередко глобализация становится формой для если хотите полного порабощения целых государств возьмите что происходит сейчас с ЕС особенно страны бывшего соц лагеря практически им говорят вы должны забыть о национальных суверенитетах и последнее я говорю это на вашем языке сейчас последнее как раз идея Меркель как можно больше ограничить суверенитет участников стран ЕС а что значит ограничить ограничить вот этим малым слабым государством свой суверенитет а гегемоны типа Германии но Британия выходит сейчас там Франция Италия Испания да они будут но скорее всего Германия и Франция может быть вот это суверенитет беспредельный будет где практически вся идеология и рычаги воздействия в их руках оказывается так вот Россия не может оказаться в таком состоянии и в силу того что нам неприемлемы полностью огульно ценности запада так вот мир сейчас к вопросу как раз вашему встрече патриарха с папой римским не обсуждались и не обсуждаются не стоят на повестке дня вопросы догматического пока характера встреча носила первостепенные вопросы которые назрели в мире ну вот я был сейчас на конференции в Дубае и представитель римно-католической церкви привел статистику он говорит сейчас очень много говорят о юдафобии исламофобии и никто не говорит о христианофобии ежедневно в мире именно насильственно умирает 60 христиан убивает это вот ИГИЛ это в других там странах да ведь практически вот тоже в опасности христианская цивилизация как таковая тоже в опасности сейчас по многим параметрам и что характерно ни отнюдь ни от ИГИЛа эта опасность происходит ИГИЛ-то породил тоже не сам по себе не в пустынях он зародился в Аравийской пустыне а скорее всего вынашивался в других совершенно регионах и в других головах и в других странах а идет практическое уничтожение христианской цивилизации через просвещенный христианский запад и сейчас делается на западе все чтобы с одной стороны кричат о свободе а с другой стороны проявляют ужасное насилие и наверное не стоит говорить и поэтому вот эта опасность она заставляет встречаться всему христианскому миру а другая опасность вообще по сути если хотите есть у Соловьева тоже такой но небольшой трактат да о последних судьбах жизни и он там как раз говорит о важности очень настанет время когда весь религиозный мир должен будет объединиться и вопрос уже будет стоять не споря где религия истина а в целом отстоять религиозные ценности вот это очень важно сейчас понимать и об этом как раз говорилось и конечно вопрос состояния в связи с терроризмом в связи с игилом на ближнем востоке ведь ужасное христиан но давайте будем честными ужасное когда просто я бывал там в тех монастырях помню которые разрушены убили убивались просто массами мне сейчас я был опять подошли из ирака и рассказали просто собирать целые общины елодцы собирали и расстреливали только по признаку принадлежности христианство кстати более зла исламу чем терроризм никто не принес никакой атеист не принес столько зла и столько беды исламу вообще как религия как терроризм как идеология вот этой ненависти поэтому еще раз повторяю а что касается диалога диалог он будет но не по пути сдачи позиций православие есть одно православие православие наше дело правое и мы говорим нашим братьям католикам ведем диалог уходить от своих заблуждений мы готовы вас принять православие ясно здравствуйте Виктория кафедра конфликтологии спасибо вам большое за такое выступление очень ценно было услышать о вашем дипломатическом опыте как раз мы на кафедре углублено этим и занимаемся и вот какой вопрос сейчас можно наблюдать вот это сотрудничество конфликтологической науки и религии например в Москве при общественной палате есть рабочая группа по медиации посредничеству куда входят священники есть при Екатеринбургской епархии служба медиации которая помогает решать семейные конфликты людям православным есть вот книжка отца Павла Гумерова семейная конфликтология и вот как вы видите возможность сотрудничества на казанской земле вот возможность развития вот такого направления как православная конфликтология возможность сотрудничества в различных проектах спасибо я думаю я думаю что вот встреча наша это вам как раз уже практическая возможность взаимодействия как раз и с вашей кафедрой а если говорить вообще-то более углубленно то вот эти новые винии когда направление отдельно там да вот по конфликтологии и со светскими кстати ваш покорный слуга был членом общественной палаты российской федерации двух созывов первых двух созывов да поэтому я знаком с общественной палатой тоже и первое чем занимается всегда церковь через исповедь там решаются тоже вопросы конфликтологии и чаще всего они туда приходят по различным вопросам а другой вопрос если создать некое скажем но даже не движение а какую-то совместную программу действий ну допустим с университетом и с представителем православной церкви я совершенно не против но мы должны тогда в этих случаях мы должны в первую очередь определиться о методах очень важны методы если мы будем говорить о совместном сотрудничестве но будем действовать как левить рак и щука у нас с вами ничего не получится мы поставим галочку что мы с вами вот сотрудничаем а на выхлопе как говорят ничего не помню нет да так вот самое главное методика согласны все вперед пожалуйста здравствуйте владыка хотела поблагодарить университет за прекрасную возможность встречи с вами я являюсь аспирантка третьего курса кафедры религоведения Елена Рогатина моя диссертация относится к религиозному конфликту в современной Украине и к тем процессам которые сейчас наблюдаются в православии и вокруг него я наблюдаю за этим конфликтом еще с 2014 года находясь в Украине еще тогда даже наверное на протяжении всего времени представители украинской православной церкви и русской православной церкви говорили о невозможности вхождения константинопольского патриархата на канонически не свою территорию но на сегодняшний день мы видим что экзархи константинопольского патриархата приезжают на консультации в Украину и консультируют по созданию единой поместной церкви и предоставлении автокефалии я хотела узнать ваше мнение как вы расцениваете религиозную ситуацию на данный момент в Украине и возможно ли пути разрешения этого конфликта спасибо весь мир над этим сейчас ломает голову то что сделал константинопольский патриарх это конечно же грубейшее все православное нарушение и к великому сожалению что он пошел не по пути церковного урегулирования а по пути политического давления и конъюнктуры уже неоднократно совершенно четко было доказано рассказано что константинопольский патриарх не имеет в своих арсеналах возможностей даже которыми он размахивает а вся его такая напористость она поддерживается в основном Америкой где находится основная его паства и константинопольский патриарх совершая этот шах хочет просто самоутвердиться действительно как глава православного мира но надо знать устройство православной церкви оно совершенно отличается от западного церковного устройства где папа римский является беспрекословным главой церкви а каноническое еще раз повторяю что значит каноническое это конституция наша православная всего мира это основа нашего правопорядка все так называемые автокефальные церкви равны между собой и нет и константинопольский патриарх как равносильно тому как где-то генералы да они там по рангу выстраиваются и константинопольский патриарх он первый среди равных среди равных церквей и вот то что он решил вмешаться вот этот конфликт он обусловлен как раз той глобальной ошибкой которую он сейчас совершает но в жизни очень много ведь не первый раз делает константинопольская церковь такие ошибки но мы возьмем всем известную вам-то конечно известно флорентийская уния что вы скажете константинопольские патриархи ведь подписали эту унию вообще-то даже с Ватиканом и практически это явилось раз и навсегда подозрительного отношения к истинности и правоверии константинопольского патриарха то что он входит сейчас консультирует и опять обратите внимание был целый собор епископа украинской православной церкви они являются большинством все сказали нет может быть единицы кто-то не может речь идти об объединительном соборе но равносильно тому что вот он принимает патриарха так называемого в скобках филарета который раскольник ну давайте так порассуждаем с вами в сообществе скажем особенно врачей лишают какого-то может быть известного звучащего врача врачебной практики за массу этически недопустимых явлений ну скажем вместо того чтобы лечить он убивает да вместо того чтобы в какой-то степени предостерегать от болезни опасной он толкает пропасть и вот это сообщество врачебная коллегия лишает его права заниматься врачебной практикой скажем у нас в России а у нас ведь есть теперь ЕСПЧ да по правам человека а там по политическим мотивам говорят что ничего подобного у него все правильно мы его принимаем как вы отнесетесь к этому как вы отнесетесь к этому как вероломству да и то же самое что касается Константинопольского патриарха я думаю что не хотелось бы далеко залазить в политику если завтра случится что-то иное что есть сейчас в нашей братской украинской республике стране я не знаю Майдан или что там еще случится в обратную сторону Константинопольский патриарх быстро возьмет свои Томасы и скажет подождите обратите внимание что он делает даже сейчас на сегодняшний день вот он сколько раз обещали много раз но обещал не значит женился да тоже много раз обещают и не женятся кстати есть у Тургенева один очень интересный рассказ я напомню как-нибудь да так вот и то что вот он делает даже у апостола Павла есть выражение греки льстивы до сего дня суть и вот с этим Томасом говорят об аутокефальной самостоятельной церкви и почему-то даже устал не церковь вырабатывает а где-то в Стамбуле далеко от Киева еще один вопрос вот пересмотр там исторических данных 16 века ну 400 там лет тысячу лет русская церковь праздновать да никому ничего в голову не приходило а вдруг Константинопольскому патриарху может с головкой что-то не то у человека стало говорят он тяжело болеет жалко да он говорит нет давайте мы все пересмотрим сейчас это было не так вот я сейчас вот я великий человек я все это пересмотрю и если мы пойдем вообще-то по этому пути то мы далеко очень зайдем сегодня мы будем пересматривать церковные вопросы завтра государственный границ кстати если даже он говорит о пересмотре то тот период который он берет там останется от Украины очень такая маленькая совершенно часть то что входило тогда имело отношение к Константинополю поэтому еще раз повторю это очень опасный маневр но еще не вечер посмотрим как он дальше себя поведет кто знает бог знает то керченские события то майданские какие-то я еще раз повторяю но он очень быстро может все перевернуть в обратную сторону пожалуйста здравствуйте меня зовут Рустам теология второй курс я хотел задать подобный вопрос но в моем вопросе был еще один вопрос и сейчас он прозвучит были ли у вас ситуации в жизни когда ваша позиция не сходилась с официальной позицией русской православной церкви московского патриархата спасибо спасибо хороший очень вопрос вот есть разные вещи один вопрос когда моя позиция вот как личности и она может быть я даже могу расходиться во мнениях и в богословии есть такое понятие телогумена да вы же вот знаете это частное какое-то мнение но мое частное мнение оно может быть распространяется до тех пор пока оно не идет в разрез к общецерковному направлению да и у апостола Павла говорит у апостола Павла говорит что в общем-то разномыслие должно быть но это не является основой разномыслие это не бунт это разные вещи разномыслие и бунт разные мнения да мы можем высказывать у нас поместные соборы происходят у нас различные совещания происходят и мы можем высказать свое мнение но если церковь принимает решение по тому или иному вопросу я скажу все с сегодняшнего дня мое частное мнение остается при мне а я буду исполнять те нормы и правила которые идти тем путем которые приняла церковь вот такая демократия здравствуйте меня зовут Ангелина второй курс конфликтология у меня такой вопрос у меня будет два вопроса первый вопрос далеко не всем не секрет когда русско-православная церковь ну как сказать забирала те или иные помещения например недавно известен случай когда в Барнауле был ну русско-православная церковь отобрала последний планетарий в городе и то есть в Барнауле сейчас на данный момент 17 церквей но ни одного планетария дальше еще не отобрали пока академию университета не буду отбирать дальше дальше давай вопрос как вы считаете это нормально если да то как развиваться именно науке то есть человеку именно с научной точки зрения если нет то какие пути решения вы видите разные вопросы совсем да да я все понимаю я все понимаю и второй вопрос как раз таки связан вы уже упоминали эту тему однополые браки а не считаете ли вы что это дискриминация ну не совсем корректно потому что если даже исходить из того что все мы одинаковые но вот человек имеет другую позицию неужели следует его дискри как сказать дискредит а вы за однополые браки да я не за однополые браки я за равенство то есть не следует равенство а я против такого равенства а почему я почему потому что это грех с религиозной то я вам объясню садитесь я вам сейчас объясню почему когда меня спрашивают как вы относитесь к тому что вы назвали равенство да однополые браки назвали равенством я вам отвечу словами Библии Бог ответил как относиться к этому явлению помните такое понятие Содом и Гамора вот как раз это происходило то о чем вы говорите о равенстве вот это да и Бог что сделал ну уничтожил это ответ да сжег землей и все и по сей день свидетельство это соленое море да и вот что касается теперь относительно я продолжу вашу мысль дальше хорошо вы говорите ведь это же свобода а как же быть нам тогда если сейчас ведь свобода скажем ну людоедов вот ну они вот такие это индивидуальное личное вот у него проявление он людоед он хочет съесть вот такая симпатичная у вас беленькая личика да а он привык так вот да ну давайте мы ее раз и все на жаровню и а ему ну ты что ты людоед куда ты лезешь это не принято в нашем обществе но давайте мы дадим им право тогда это же это их индивидуальность да это же индивидуальность их это их самовыражение ну вот такое ну вот они такие они извращенные ну вот такие значит мы я взял крайний совершенно вариант но это же все возможно второе давайте мы сейчас идет во всем мире борьба с терроризмом да простите а какую мировая мировая консолидация бороться с террористами ну они же какие хорошие ребята да у них же своя идеология они же хотят халифат они хотят вот закон они хотят отстаньте от них давайте им полную свободу действий да а здесь идет милка моя о другом совсем-то речь речь идет вообще о том что дано физиологии человека природой мы можем это вот с религиозной точкой зрения я совершенно спокойно понимаю и отнесусь с большой скорбью и приходит ко мне такой человек эх беда-то у меня ну вот я так ну что ты сделаешь вот пошел по этому пути я буду много раз может быть терпливо относиться ну что сделаешь да давай брат ты мой вот так вот так вот попробуем это грех это не самая большая проблема мы природное беззаконие природное и цивилизационное мы сейчас вводим в рамки закона вот это самая опасная вещь беззаконие в рамки закона поэтому если пойти по вашему пути и по вашему так сказать мировоззрению если будете так учить плохо это будет вообще-то я вам прямо скажу да и я бы никогда не посоветовал чтобы вот в руки таких учителей попадали дети особенно потому что это очень опасная сама по себе идеология я говорю вы взрослые все от вас зависит будущее нашей страны и поэтому мы должны быть честными у нас с вами диалог на сегодняшний день а теперь относительно отбирания вот термин немножко вы так не совсем правильно употребили а вы не задавались вопрос что тысячелетнее достояние церковное которое по копейкам собиралось веками вот в одним махом все отобрали да еще и голову поснесли сотням тысяч священникам и верующих людей а сейчас а вот планетария нет а вы у нас забираете а как же наука милая моя планетария нет нужды в церкви в настоящее время посмотрите сколько в том же где вы говорите в каком городе Барнауле посмотрите сколько там всего пожалуйста дворцов да отберите лучше у кого-нибудь у вора у какого-нибудь олигарха дворец какой-нибудь и там планетарий продайте и построите планетарий а что же убирать там была она строилась не для планетария она строилась чтобы там был храм справедливость милая моя историческая мы же просвещенные люди называем себя просвещенные мы заботимся с вами о науке о просвещении да опять мы становимся на путь совершенно оголтелого атеизма мы мыслим категориями атеисте там у нас все у церкви можно все отбирать теперь а возвращать не отбираем а терпеливо возвращаем вы хоть раз видели официальное мое заявление что я отбираю у вас сейчас в университете храм я сказал ну-ка отдайте мне храм сейчас что у вас там музей или что там храме я хоть раз вот так вот грубо сказал или да академия здание академии мы ютимся у нас трудновато с помещениями для семинарий сейчас я же не стоял никогда так ребром вопрос но есть вопросы храм должен быть храмом и наука от этого не пострадает наука будет страдать тогда когда мы будем ругаться над нашими историческими святынями тогда беда науки нашей будет спасибо а насчет вот ваших таких убеждений свободы свобода безответственности это произвол который ведет к игилу или же к полному разврату вот и все здравствуйте гурская юлия первый куз религиоведения скажите пожалуйста как вы относитесь к решению русской православной церкви а насопрет нашим православным людям молиться в храбах константинопольского патриархата в том числе и на святой коре афон который является одним из уделов покородицы и одной из главных святынь православия считаете ли вы адекватно то что верующие должны лишаться возможности прикоснуться к святому только из-за конфликтов высшего цифрового но я уже понял вопрос все отвечаю на него сразу вот вы знаете что вот в светском понимании вот сейчас ладно вот сейчас против России что бы Россия ни сделала везде сразу санкции против страны против вообще народа не знаю я ничего может быть и не делал и вы ничего не делали а против вас санкции сразу вводятся да и говорят это норма просвещенного мира это борьба с чем хотите назовут с коррупцией с Россией да с санкцией все и мировое сообщество принимает санкции а фарватеры гегемон и пошли по санкциям да что касается вот данной ситуации когда русская православная церковь разрывает взаимоотношения мы живем в человеческом обществе и человеческие нормы как-то воздействовать на нарушение тех законов которые установлены в православном мире мы должны тоже показать и нашим оппонентам в данном случае Константинопольскому патриарху чтобы он тоже почувствовал он в какой-то степени пошел по пути изоляции русской православной церкви вот отбирает да ну и все а мы говорим нет дорогой мой собрат и про проблем-то никаких нет вы говорите вот и поехали на святую гору они там но кстати вас не пустят туда потому что если вы только вот уже сейчас кстати модно вот девушка тут говорила одно что демократия может пол поменяется тогда может пустят да да так вот я еще раз повторяю что касается как раз это мера это крайняя мера и она конечно не может быть постоянной эта мера это в какой-то степени дисциплинарная наша позиция на какой-то период а дальше бог управит ясно давайте еще давайте давайте здравствуйте владыка авнастив илья первый курс религовизни тут вот у меня есть такой вопрос в какой-то степени ну возможно я не говорю за всю молодежь но последние годы очень часто в том же самом барнауле идутся речи о популярной статье как оскорбление чувств верующих когда молодых людей за картинки в интернете привлекают к этой статье у меня такой вопрос к вам как в какой-то степени эксперту возможно то есть ли как-то оскорбить чувств верующего но потому что ну в какой-то степени это очень общее понятие и ну вот просто ваше экспертом мнение по поводу вот этой статьи и всего того что происходит сейчас по поводу этой статьи конечно лучше вопрос задавать бы законодателям но в какой-то степени ведь надо же защитить действительно оголтелые нападки на носителей религии и вы говорите вот чувство чувство но посмотрите когда заходит симпатичные девчушечки и танцуют в храме Христа Спасителя с неподобными песнями ну что делать да а на них если пойти по пути вот такой свободы полной то невозможно совершенно привести их в чувство да так вот чтобы чувство привести нужна какая-то узда иногда даже может быть в плане законодательной определить или возьмите вы но то же самое когда выставка там иконы или рубили там иконы да или же ну насмехались просто это в наше время переменитом это было да и в Москве это было что же делать и такие явления стали приобретать довольно широкий характер и вся проблема заключается в том что атеист он не ушел и вот та ненависть к религии которая прививалась атеизмом она как я говорил по инерции пошла в народ а тем более ведь обратите внимание одну вещь вот даже вот против ислама но в связи только с терроризмом как-то так вот ну клеймили скажем тоже и ислам но и то в связи с терроризмом но нападок таких как на русскую православную все ангелы все другие представители других религий у нас полно их все ангелы а вот только русская православная церковь она вот является объектом нападок почему потому что это все-таки стержень на котором создавалось великое государство и цивилизация и вот этот стержень этот корень надо вырубить и вот я вот к вам обращаюсь сейчас к молодым я вот смотрю сейчас на вас и я не сторонник когда говорят у нас молодежь пропащая да хорошие вот вы ребята и девушка вот эта беленькая симпатичная в белом джемпере она может быть первая ко мне придет приходи поисповедаешься я тебе все расскажу да оставишься эти свои мысли насчет необоснованной и необузданной свободы да вот я смотрю на вас действительно нормальные умные хорошие толковые ребята а задурили нам голову всем то такой непонятной пудрой свободы то демократии то еще а по сути дела нас все время затаскивают в какую-то ловушку эфемерными такими посулами а реально нас все равно запутывают 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 выхолачивают выхолачивают то у нас выхолачивают у нас вообще-то вытащили очень много уже ресурсы растащили заводы разбили правда сейчас опомнились много еще что сделали а теперь у нас умы самое главное выхолачивают я вам скажу я участвую в разных международных встречах и довольно часто встречаюсь в различных встречах с американцами и вот сейчас у американцев главная задача и в Вашингтоне недавно было сейчас поеду опять если пустят не знаю за девушку можно не пустить теперь скажет он все он не демократ да и я вижу только одно это ужасная страшная атака на Ваши умы и за Вас со молодежью и вот мы все-таки вот к Вам я обращаюсь я не говорю что ну давайте рванем ко мне все к Феофанову церковь придете хорошо не придете ну что ж поплачу немножко а потом придете попозже но углубляйтесь в свою историю веру своих отцов в нашу культуру почитайте почаще наших великих классиков таких как Достоевский тот же Толстой да он в отношении к церкви был геретического настроя но все-таки он глубокий скажем религиозный человек а я вот все-таки потом еще зададите вопросы я вот сейчас посмотрел и это вот опять на девушку и опять Рашенбаха я зачитаю научное мировоззрение это обкусанное мировоззрение ой что ты делаешь академик с ума сошел нет не надо так а нам нужно не научное а целостное мировоззрение слышите мировоззрение наука и мировоззрение это разное вообще-то вещи а мы говорим научное мировоззрение мировоззрение целостное мировоззрение и религиозное тоже мировоззрение а вот отдельно мировоззрение научного не может только быть английский писатель Честер та first однажды сказал что религиозное чувство сродни влюбленности а любовь как известно не побить никакой логикой А что делала наша атеистическая пропаганда? Пыталась логически доказать несостоятельность религии. Глупо это было. Разве влюбленного человека можно переубедить логически? Есть еще один аспект. Давай возьмем приличного образованного атеиста. Сам того не понимая, он следует тем установлениям, которые возникли в Европе за последние две тысячи лет, то есть христианским правилам. Академик Роушен был, физик, соратник Королева Сахарова, создатель ракетных систем. Можете все-таки на его авторитет иногда обратиться? Еще вопросы? Здравствуйте, Владик, меня зовут Станислав Владимиров-Младенов. Я приехал из Болгарии, являлся студентом третьего курса политологии. И у меня два вопроса. Первый заключается в том, политика Балканских государств мешает ли отношения между РПЦ и церквами Балканских государств? И у меня второй вопрос. Еще раз повторите. Политика Балканских государств, Болгария, Румыния, Сербия, Македония, мешает ли отношения между Российской Православной Церковью? Мешает ли? Да, мешает ли. Ну, потому что у них же... Да, дальше, дальше, дальше. На самом-то деле мы не будем враг друг к другу, там у них либеральная политика. Я понял вопрос. Второй вопрос. Я замечаю то, что на Балканах проживают и православные мусульмане, и интерес у молодежи становится все меньше и меньше. И что может сделать индивид, потому что политики ничего не делают, а что может сделать сам индивид, чтобы сохранил свою веру, чтобы сохранил своих братьев по религии, по роду от этой, по-моему, глобалистической угрозы? Да. Ну, во-первых, первый вопрос. Мешает ли политическая направленность в балканских государств взаимоотношения между церквами? Я думаю, что в какой-то степени и мешает, и не мешает. Конъюнктурность политических систем – это приходящее и уходящее. Оно меняется быстрее, чем религиозное самосознание народов. И в этом-то как раз и сила христианского и православного мира, что политика, она как бы по касательной, может где-то поцарапать что-то, да? Но коренным образом оно не может изменить. Для меня, как были болгария братьями, так они есть и будут, братья мои, по вере. И как проливала Россия русский солдат, и шибко нам напоминает об этом, кровь за болгар, так и сейчас готовы встать на защиту, да? И поэтому еще раз повторяю, да, в какой-то степени может быть скрип, может быть некий, я бы сказал, сбойчик. Но в глобальном плане невозможно разрушить наше единое культурно-религиозное поле. Это на первый вопрос. Второй вопрос. Вопрос индивида и вот глобализации. Конечно, вся проблема заключается в том, что человек остается перед глобальной системой, он становится в какой-то степени беззащитной. Вот глобализация, она набрасывается на человека через СМИ, через интернет, через политические акции какие-то, да? Вот давит на человека. Но в том-то и сила вообще, вообще, я говорю сейчас о христианстве конкретно, я мусульманы, личность. Вот вопрос был задан как раз насчет ада и рая. Все спасутся или не все? Индивидуальная личность перед Богом, она неповторима. И поэтому, если бы возможно было вот этому колоссу глобализму задавить личность, тогда бы мир уже окончился. Но вспомните первые века христианства, да? Ведь практически вся машина Римской империи была направлена против христиан. И мало того, не только машина Римской империи как государство, но и языческий весь мир, и вдобавок иудейство. И вот эти три составляющие, особенно первых три века, буквально гноили христиан на арену к циркам, там массовые расстрелы. А вот оно, зернышко, 12 апостолов выжили, да? Вот это индивиды были. Потому что надо помнить, индивидуум, который связан с Богом, непобедим. И он как росток всегда будет пробиваться. И второй вопрос, возьмите вы Советский Союз. Ну какая репрессивная машина против религии работала, да? Ведь практически, ну более ста тысяч только профессиональных астоистов было. И небольшой период, и вдруг, раз, и все, возрождение такое. Как бы нас не обвиняли сейчас, что ну вот, все равно и мало ходит. И мы иногда говорим, что мало ходит, но все-таки реалии-то таковы. У нас есть семинарии, у нас есть воскресные школы, у нас есть гимназии. У нас есть наша с вами встреча, вот оно, свидетельство изменения мира и подходы вообще. Вот мы с вами встретились, вот это же здорово. Мы просто поразмышляем, мы встретились не стенка на стенку, не враги, а мы встретились как граждане, как люди одного государства, как люди с разных, может, точек зрения, обсуждающих те или иные проблемы. Вот в чем как раз сила и индивидуального подхода. Пожалуйста, еще кто? Добрый день, Ваше высокопроосвященство. Меня зовут Фоменко Никита, я магистр второго курса теологии. Вопрос у меня следующий. Как Вы оцениваете теологическое образование в России, в КФУ в частности? Плюс, чем должен обладать выпускник теологии, какими навыками и компетенциями? И чем он потом может пользу обществу принести? Ну, то есть, где он будет работать после того, как он выпустился? Спасибо. Да, вот вопрос о теологии как раз очень такой непростой сейчас. Не хотелось бы, чтобы у нас, открыв кафедры теологии в государственных университетах, потратив на это деньги и опять не получив реального положительного результата. Первое. Я бы очень советовал руководителям университета, заведующим кафедр теологии, ни в коем случае не навязывать атеистическую идеологию. Потому что часто все равно приходится слышать, церковь отделена от государства, поэтому мы не будем тут на эту тему говорить. А как мы можем понять вообще теологические те или иные истины, если мы не будем вникать в суть, что же является природа, откуда эта природа? Так вот это первое. Что теолог ни в коем случае, как у нас на первых порах открывали религиологические тоже факультеты, и нацеливая их в основном вот так вот, планетарии должны остаться в церкви, а церковь должна все дети помалкивать. И мы примерно воспитывали так религиоведов. Вот научную точку зрения им давали. Вот вы отстаивайте научную точку зрения. На точку зрения общества надо. И теолог, он будет и востребован, и нужен тогда, когда он будет хорошо разбираться в своей профессии. И если он теолог христианской теологии, но он не знает, на чем же основывается мученичество. Почему люди шли на смерть? Почему стало возможным, что 12 человек сего практически покорили весь мир? Откуда эта сила? Вот эта теология. Второе. Теологи очень востребованы будут. И теологи могут быть окончены. Теологический факультет могут работать и в духовных школах, и в воскресных школах совместно. Но в обязательном порядке, конечно, теолог, а не человек по связям с общественностью области религии, должен работать в этих институтах и в муниципальных, и в таких областных, там, республиканских и федеральных центрах. Огромное поле деятельности у теологов. Но теолог должен стать по-настоящему носителем не только знаний, но и сути теологической мысли. Вот я думаю, что вот это так. А я вам все-таки зачитаю сейчас еще что-то. Сегодня, опираясь на права человека, ничего не стоит не считаться с интересами родной страны. И эгоист не применит возможности такой возможностью. Иногда складывается впечатление, что современное демократическое государство, пекущееся о правах каждого отдельного гражданина, сознательно ведет политику уничтожения такого древнего института, как семья. Об демократии опять, об однополых браках. Спасибо. Давайте уже два часа на исходе. К сожалению, есть такая безвозвратная категория, как время. Оно уходит, убегает. Еще был обещан один вопрос. И потом я вас и Михаил Дмитриевич попрошу сказать завершающее на сегодня слово. Пожалуйста, вам микрофон. Спасибо. У меня к вам еще один вопрос будет. Как раз вы закончили только что речь свою, говоря об однополых браках. Но вопрос не об этом. Говоря о свободе, мы должны четко понимать, что это такое. Свобода наша заканчивается там, где начинается свобода другого. И приводя пример людоедов или участников ИГИЛ, это не совсем корректно, поскольку они посягают на свободу других личностей, свободу на жизнь, безопасность. Итак, гомосексуальность с церковной точки зрения – это грех. Грех, ответственность за которую должен нести сам человек. И отвечать перед Богом, а не перед государством. Амстердам называет городом греха неверно. На самом деле это город свободы. Просто в условиях свободы некоторые выбирают грех, некоторые лишь. Но если человек действительно захочет совершить грех, его не остановят никакие законы. Вопрос заключается в том, что может легализовать на государственном уровне эти однополые браки, поскольку если действительно захочет... Такого в существах от меня не услышите. На государственном уровне я никогда, не только на государственном уровне, и на общественном уровне, я всегда буду говорить. Содом, однополые браки есть содом. Но к греху буду относиться всегда негативно. А к человеку, который совершает грех, буду относиться и снисходительно, и с любовью. И буду делать все, чтобы этот человек выпутался из этого состояния. А то, что вы говорите легализовать, долегализовались уже. Долегализовались. Поэтому насчет корректности или некорректности, мы же с вами пришли сюда не у политкорректность только играть, но порассуждать и по-честному пообщаться. Поэтому я еще раз повторяю. Что моя позиция совершенно четкая, что с христианской точки зрения, если этот грех легализовать, то это беззаконие ввести в рамки закона. И в Русской Православной Церкви есть социальная концепция, которая принята, как, скажем, конституция тоже своего рода. Там совершенно четко сказано. Если даже государство будет принимать законы, которое полностью противоречит нравственным устоям нашего общества, то Церковь праве публично выступить, отрицая такие законодательные акты. Вот и все. А вы боритесь. Уважаемые друзья, как наполнил Леонид Григорьевич, к сожалению, категория времени необратима, невосполнима. Но я думаю, первое, что мы еще, я думаю, должны один раз сделать, это, конечно, поблагодарить его высокопрещущество за то, что два часа, он, что называется, отработал на 150 процентов. Мы действительно увидели глубоко эрудированного, глубоко убежденного, болеющего за высокие нравственные ценности иерарха Русской Православной Церкви. Большое спасибо вам, Владыка, за сегодняшний разговор. Спасибо большое, я вам очень благодарен. Я благодарен вам лично, руководству университета, за возможность проводить такие встречи. И даже если они носят иногда такой вот остренький характер, они все равно полезны. Потому что, с одной стороны, вы видите позицию, позицию не просто кого-то из верующих, а руководителя большой, очень, организации, как Республика Татарстан, Русской Православной Церкви. И эта позиция не моя личная, это позиция Русской Православной Церкви. И вопросы, которые здесь задавались, они действительно актуальны. И самое главное, что мы должны выбирать путь, по какому мы должны идти. Хороша поликорректность, хороша демократическая, демократическая, все это очень хорошо. Но плохо, когда мы попираем тысячелетние национальные, культурные, религиозные традиции своего народа. И насчет опять, возвращусь все равно к Нидерландам, говорит, вот это самое свободное общество. Не хотел бы я жить в этом самом свободном обществе. Я много раз бывал в Нидерландах, и я всегда оттуда давал, простите, деру. Как только закончится какая-нибудь конференция, у меня не хотелось ходить по улицам, хотя есть иногда там хорошие вещи, оркестр сидит там играть, или замечательная, если равно, галереи. Но по улицам не очень хотелось идти, потому что часто встречался с этой свободой, которая практически для меня являлась неким веществом, от которого не очень хорошо чувствуешь себя. И я хотел бы сейчас вам, вот на памяти нашей встречи Библии, конечно, везде есть. Тут она вот такая очень хорошо изданная. Да, изданная, на повложке. Да, и вот это вот такая книга как раз, пусть она где-то у вас на теологическом факультете. Вы хотя бы посмотрите на нее, да? А потом загляните иногда. Трудно почитать первые страницы. Откройте Иисуса, Сына Сирахпа, Экклесиаста, Премудрости Соломонова, и там много очень подчеркнете для себя. Я еще раз, ребят, очень рад был встрече с вами. У вас хорошие лица. У вас такие светлые головы. Даже тем, кому я оппонировал, тоже нормальные. Приходи, поговорим о свободе. Девушка, приходи тоже. Приходи. Потом будешь по-другому мыслить. Пяток, десяток встреч, мы все по-другому с тобой переосмыслим. Да? Храни вас Господь всех. Большое вам спасибо и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Альфа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...